всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life и сегодня выпуск я думаю будет интересен только девочка может быть и мальчик который заботится о своих девочках это потому что он будет посвящен немножко косметики и кожгалонтерии и и так чего бы все хотела начать хотела начать с того что я косметикой я пользуюсь разнообразной мне как бы вообще я не загоняюсь фирмами я не загоняюсь ценовой категории в каком плане если мне подходит тональник из магазина доллар 3 я им успешно пользуюсь уже пять лет практически мне подходит тушь из магазина general discount она там стоит доллар 62 и я ее обожаю я и очень много пользуюсь там же кстати помаду покупать вот но с карандашом для бровей была такая история вот этим но не именно этим карандашом этой фирмы компании люмине именно этого как-то сказать номером 2 я пользовалась беларуси какое-то определенное время и когда мы ехали в америку я предусмотрительно с собой несколько их купила и настал момент когда они закончились карандаш меня полностью устраивал он был стойкий его хватало на везде не нужно было как-то там подправлять чего-то он закончился и я стала искать и оказалось что карандаш претерпел изменения раньше он был синего цвета и назывался он абсолютно не абсолютно по другому немножко по-другому он назывался я начал ныть серёжа что делать пропал карандаш для бровей все пропало серьезно помог мне найти и мы даже с какой-то по моему из казахстана по моему с какой-то компании переписывались потом и нам то компания отписалась и объяснила что произошел ребрендинг и тот карандаш люмене просто 02 теперь стал люмене уже название здесь не видно в общем он стал другим выйти поможете смело покупать его это тот же самый карандаш тот же самый цвет ну отлично мы заказали этот карандаш кстати стоит сейчас по крайней мере на амазоне он стоит около 14 15 долларов вот мы его заказали он пришел и в принципе по цвету да действительно он совпадал с тем ну как и было обещано что он предшественник до что невзирая на то что дизайн изменился и у него появилась помимо просто 02 еще какое-то там дополнительное название вот он совпадал я стала им пользоваться на что я могу сказать после того как изменился дизайн некоторые вещи изменились у них у него изменилась но я не знаю как это будет звучать ли это правильно или нет но структура карандаша он стал более мягким и поэтому с утра если я встаю в 6 часов утра на нашу там макияж к обеду мне нужно было уже что-то где-то там подправлять потому что но ну я не знаю как это сказать про он был как и что меня очень сильно огорчало и вот где-то года полтора начались мои поиски блин карандаша так просто проблема в том что люминет просто перестала выпускать те карандаши теперь они выпускают вот это покупали мы разные покупали какие-то в доллар 3 какие-то в 99 центр в general discount потом мы ездили сережка как это называется подскажи мне там где apple store вот в этом магазине рядом рядом и большом торговом центре какой-то магазина не помню это уже типа брендовой косметики это косметика ну на амазоне мы заказывали заказали на массы даже у нас какой-то какой-то у нас их несколько там лежит уже дома на складе как я вот потом я пробую думаю ну ладно блин может мне попробовать эти как как они называют не ватерпруф я стала пробовать покупать но они такие кремообразные я короче в косметике вообще не разбираюсь вниз подожди а мы купили в северс фармасе тоже в каком-то косметическом отделе и потом его в который вообще там он и waterproof и типа он очень долго стоит но проблема в том что я не привык вот таким краситься он гелеобразный у меня на лице ничего не получалось я очень нервничала но косметику можно возвращать поэтому успешно его вернули стоил он 20 20 помидор потом я заказала на amazon такие как пудрочки эти мне прям стыдная девочка не знаю как это называется в общем другие девочки которые знают пойму стыдная девочка да вот у меня тоже что-то шоу не так ну и в основном большая еще проблема была в том что я не могла подобрать цвет сегодня мы с серёжей предприняли в очередной раз но не в очередной раз попытку осчастливить меня и мы сходили на сделала решительный шаг и решила купить такие еще в одном каком-то дорогом магазине значит магазину вот такой вот а карандашик фирмы живанши он сделан в германии стоит он 27 долларов без такса то есть так сам получается почти 30 долларов и значит парень который помогал мне потому что я прям взяла карандаш и принесла парню очень хороший молодой человек я ему прям вот на руке нарисовала игру проблемочка в том что надо чтобы точно такой же цвет и и плюс еще объяснил ему проблему что мне нужно чтобы это было весь день и он меня заверил что все будет хорошо поэтому вот что они можно сказать как обычно значит сам карандаш в общем или очередной карандаш и на надо так говорить очередной карандаш но очередной карандаш который должен стать нашим постоянным да я надеюсь что он станет постоянным значит это здесь кисточка ну как в основном во всех карандашах когда показывал зубочистки нам сказали кто-то весело написал что там были такие зубочистки вот как эта кисточка как ёршики сказать что это ёршик без зубов здесь дарк брюнет номер 03 с ним еще в комплекте и молодой человек продавец консультантом подчеркивал что там же говорит еще это чилочка есть и что они ну в общем практически идентичны по цвету потому что мы мы я накрасила я их ну и скажем так не одну продолжила своим карандашом вы посмотрели при искусственном свете мы не поленились сгоняли на солнечном свете посмотреть ну в общем возможно что вот какие-то карандаши которые мы находили может быть и работали бы так как тебе надо но тебя не устраивал цвет про не устраивал цвет да ты привыкла к какому цвету тебя есть свои какие-то критерии тяжело перестроиться ну потому что я очень много лет пользовалась именно таким карандашом я даже стесняюсь сказать сколько лет я им пользовалась потому что столько не живут бывает конечно потому что вы знаете когда мы недавно разговаривали там ну с одним человеком она я начал говорить что вот представляешь и когда я сказала это было 19 лет назад мне прям так попрохела я думаю это что у меня уже есть воспоминания которые были 19 лет назад почти в прошлом веке я вообще больше люблю конечно говорить что мне ну когда у меня возрасте спрашивать какой котелет игры мне 18 лет и 180 месяцев а и еще как бы это я покупала раньше за и когда я его это покажу потому что за него это получится объяснила откуда как и купон рак это из северс фармаси покупали мы его по купону он стоит он около 10 долларов мы купили его за сколько у нас а нет не за половину тогда купон был 40 процентов да но почему именно этот рак как все заметили наверное я все время крашусь одним и тем же раком у меня на самом деле как у не очень нормальной девочки только два рака один для педикюра 2 для маникюра и нет у меня как-то много я так не ну когда в общем нравится тебе и ты им пользуешься да рак этот сали хансон и что могу сказать о нем даже при моей активной кухонной жизни как я ее называю три дня он прекрасно выглядит и можно за это не волноваться я мою посуду руками у нас нет посудомойки он очень быстро сохнет он прям смотришь ванну посуду кипятком когда постоянно подхожу регулирует и психуешь на меня за это и что я хотел еще сказать про него что мне очень нравится он очень быстро сохнет поэтому вот за него могу сказать рассказать в общем на в себе с фармаси продается очень много косметики себе с фармаси постоянно рассылают купон она рассылает ее короче имейл приходят купоны на по раз в две недели это точно а то и чаще и в общем если вы что-то хотите себе купить и это стоит допустим там 10 долларов и вот мне допустим лак нужен был мне было жалко скажем за него 10 долларов отдавать поэтому я дождалась пока по почте пришел купон это буквально неделя и на этом первая часть влога объявляется торжественно закрытой и сейчас будет распаковка всем пока почета я всем пока пока честно распаковка давай начинай и так пришли сегодня мои которые мы делали в магазине shop your way про который я вам рассказывал и в общем бонусы которые сережечка которые приходят регулярно потому что я катаюсь на убери в общем мы ожидали что здесь будут сапоги но здесь мета форм ну видите затем чтобы сохранить сапожки сапожки на ножки ну что как ты ну мне нравится я почему-то думал что они будут не замшевые в общем маринка торопилась потому что 6 дней оставалось да нет но они мне нравятся и наверно до того что лишь могут сгореть бонусы вот ну давай как-то их вот так вот вот такие вот модные молодежные так самое интересное главное давай померяем потому что очень интересно мне нужно носочек сменить у меня сейчас более теплых хотя я могу на это давай встанем на паузу или сразу на паузу поставь 15 тысяч ну в общем вот такие модные молодежные педали так что могу сказать я рада что я угадала с размером потому что вообще у меня нога подожди внутри уже покрути ножками а потом будет наговорить подсок и каблук в общем какие то вот такие теперь можешь рассказал я вообще очень довольна что угадала с размером потому что я гадала у меня есть обувь пятого размера то с половиной шестого шестого с половиной седьмого у меня есть одни босоножки восьмого размера как такой разброс может получать а каждая фирма делает свой уникальный какой-то размер короче размеры славы да и поэтому я все думала брать седьмой потом шесть с половиной в общем хорошо рады что попали сколько они стоят вы видели в предыдущем блоге здесь на них цена стоит здесь стоит цена 59 99 но это до всех нет нет это не до всех скидок так я же говорю что это это цена до скидок подожди вот же это сами стоят 19 по итогу они обошлись 19 на посмотри может это зайку не здесь ну в общем если кто-то конкретно ценой интересуется гляньте предыдущий влог там где маришка если использовать вот этот штрих-код по моему короче можно получить купон на 10 про на 10 долларов скидку на следующую покупку ну нет нет не этот шрифт код короче можно поиспользовать я так думаю что когда мы откроем все коробки которые пришли мы соберем все купоны и купим еще сапожек может уже папе педальки кухню какие-нибудь зайка у нас еще есть одна коробка коробка наверно здесь будет не одна коробка я надеюсь ну ты знаешь как они упаковывают зайка что нам приходило тоже мы так удивлялись упаковки что-то очень большая коробка была и маленькая маленькая так это бумажка ну это не все я вообще жду блин а что это за разбросы шатания я вообще получается жду 19 зайка здесь я по крайней мере понимаю что она пришли двое блин какой красивый серый цвет я в шоке блин я первый увидел мне серый вообще понравился так надо отслеживать сколько их приходит потому что мы заказывали много короче вот смотрите эти стоят 34.99 но мы покупали их по моему где-то за 19 и почему нет за 12 мы их покупали ну это можно все посмотреть но смысл в том что вторая пара если ты покупаешь за доллар зайка быстрее одевай посмотреть размер ну и прям даже не вырезали ну мне эти больше понравились я говорю тебе все нравится ты просто еще не ощутила ну просто блин ну мне вот этот серый цвет он прямо вот под кожу в машине подходит ты прям будешь я не знаю должна ездить с открытой дверью ну а как сидят на ноге удобно? сидят удобно этот шестой размер я тоже выбрал этот шестой размер я бы его ощущаю меньше он более плотный он более плотный возможно сама модель возможно за более затянута союзка ну ты уже как специалист режешь уже терминами ну так у меня как бы первое образование Марина заслуженный ательер модельер закройщик обуви да я могу обувь с куска любой кожи какая у вас есть я могу ее придумать я могу ее раскроить я могу ее сшить и затянуть на подошву на колодку затянуть приклеить как подошву в общем не загонять а потом еще и на ногу а потом я могу еще ее продать потому что мое призвание это продавец ну вот наверное на этом маленький такой вот вложек от Маришки косметическая обувь заканчивается так еще придет 9 сапожек ну больше нету да это какие-то нет это вообще и главное те из Сирса пришли а эти из Кеймарта почему я думала торопятся хотят видишь они же прислали купоны хотят еще продать а кстати надо это просмотреть на наличие купона может еще на одни сапожки в общем сейчас получается да класс у меня уже 20 баксов есть ну вот отлично а интересно если выбрать сапоги допустим за 24 доллара поиспользуйте этот купон и тот они за 4 доллара будут да очень хорошо в общем чем в Америке хорошо как начинается не сезон я шапоголик ты страшный шапоголик нет на самом деле Маришка не шапоголик и мы этим не страдаем мы страдаем тем что у нас спорт попробуй купить дешевле чем можно правильно ну я тоже этим не правда Сереж если бы сейчас не было этих 100 долларов которые у тебя собрались я говорю у нас любимый спорт купить дешевле чем это стоит на самом деле правильно ну да да и в общем ну первое что собралась это сумма второе что ну просто смешные цены плюс один за доллар поэтому купить и просто я хотел Маришке сделать подарок это тот шестой я просто перепроверила чтобы идти на ну что ну все на сегодня все вы были на канале на Сузы из Америки не лайфь это мой лайфь у кого есть вопросы задавайте мы будем стараться на них отвечать пишите комментарии подписка открыта ну скажи нам что-нибудь ну я хотела просто сказать что может быть для девочки которая пользуется слишком много косметикой как все замечают это вокруг я не слишком разбираюсь в этом поэтому не на все вопросы могу ответить у меня есть вещи которыми я пользуюсь на протяжении очень многих лет я просто одну и ту же ну помаду покупаю поэтому я вам не могу прям так хопу рассказать обо всех каких-то ну мы сходим в специальные какие-то косметические магазинчики поснимаем просто сегодня мы там были но у нас совсем не было времени к сожалению какие-то там фирмы вот допустим что вау я только крашусь там Макс Фактор или что у меня это тоже круто все всем пока мы с Антошей в школу бай бай на всякий случай всем привет вы на канале нашей жизни в Америке new life is my life и сейчас Маришка нам расскажет кто сегодня идет Делама Центр и зачем Маришка Акела промахнулся Акела идет сдавать карандаш 100 тысяч первые 200-500 раз и карандаш опять там не подошел сейчас мы расскажем как мы покупали часы в Apple Сережа сосредоточимся куда нам нужно идти короче мы сейчас отключимся а потом продолжим а да мы туда ходили ну давай рассказывай будешь себя плохо вести я всем расскажу как мы тебе часы покупали мы часы мне покупаем всегда быстро нет Сережечка а когда ты их один раз они там какое-то пятнышко появилось ну так это был ремонт тогда у меня тоже ремонт у меня это ежегодно карандаш списался идем тащить но нет нет ну ладно сейчас покажем вам сколько народу в этом центре мы никогда не думали что здесь столько людей мы всегда ходили сюда в будний день вот и никогда не думали что здесь может быть столько народу оказалось народу очень много все делают какие-то покупки в общем ну блин ну просто чисто в шоке а сколько раз мы в этом центре были а сколько раз мы в этом центре были ахахахаха ахахаха ахахаха да ну не много раз было мы просто не любители скажем сильно шоппинга большого холода или что да нет но мы как-то ездим по другим магазинам да ну ладно вот такое было маленькое включение и маленький рассказ про то как мы покупали и меняем карандаши вот а потом вообще как-нибудь ну мы сюда походим потому что в связи с тем что у нас появился канал то можно и походить и показать и рассказать и самим заодно узнать да потому что многим интересно например у Мориски многие спрашивают про косметику вот мы и потягаемся по косметическим магазинам каким-нибудь ну а пока пока думаешь правильно идем? да вон Victoria's Secret а твой будет где-то с той стороны ну вообще этот центр похож на наш центр столицы наверное который был в Минске который вернее есть где мы были да да в другом по-моему в другом по-моему в другом по-моему но машину машину крем крем ну ладно и карандаш да я просто покажу Покажу и покажу. Записание сколько здесь народов. Нет? Продолжение следует.